А какой в вашей фильмографии самый хороший фильм? Наверное, тот, который еще не снят. Это достаточно банальный ответ, что из того, что уже снято. Чем вы гордитесь больше всего? Слушайте, ну вот сейчас я, безусловно, географ Глобус Пропил. Ну да, последняя работа. Последняя, Велиденская. Надо на самом деле сказать, что я 5 или 6 лет не снималась, потому что я работала в такой дикой сцепке с Туминосом, с Владимиром Туминосом. Ну да, да. И выпускала одну за другой театральные премьеры. И это был наш такой договор, что сейчас я учусь, а потом я уже буду сниматься и каким-то образом это реализовываться дальше уже в кинематографе. И вот сейчас он меня отпустил. И сейчас я снимаюсь в трех проектов у Юрия Павловича Мороза, у Александра Кота и у Сергея Комарова. Это телевизионные фильмы, там по 8, по 12 серий. Они все для Первого канала. И, собственно, вот сейчас уже осталось 10 дней, и мы это все доснимем. Ну вот, собственно, это такой промежуточный этап. Вот возвращаясь в театр, выбор театра Вахтангова, это ваш собственный был выбор или так сложилось просто? Я не могла сказать нет, потому что я понимала, что в тот момент, когда я пришла в этот театр, он был в не очень хорошем состоянии. Но меня позвал туда... Вы же к Ульянову пришли. Да, Михаил Александрович Ульянов пришел на мой спектакль и позвал меня в театр. И у нас было несколько с ним встреч прекраснейших, нежнейших, когда он мне говорил какие-то напутствия и какие-то слова по поводу меня и по поводу творчества, искусства. И я пошла, пошла просто за ним, как за человеком, как за талантливым человеком, которого я боготворю. И так и осталось. А через два года туда пришел Туминус, и жизнь не изменилась. Ну да, пришел, собственно, мой мастер, который впоследствии стал моим мастером, учителем, режиссером, с которым сделаны... Это везение в творческой биографии? Я даже вопрос, к какому вопросу подвожу. Вообще фактор удачи и везения в вашем ремесле, насколько он значим? Очень значим. Очень значим, но мне кажется, что главное быть готовым, что этот шанс придет. Ну, то есть он может прийти, а ты такой, а, я вообще в туалете сижу. Ну, не знаю. То есть главное не прошлепать, да? Ну да, не прошлепать, а быть готовым, быть в форме, актерской форме, эмоционально, физически. Ну, не знаю, как-то... И готовы внутренне это принять. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.